Главная архитектурная достопримечательность Славянска на Кубани. Дом купца Луки Мазепы. Он построил его по собственному проекту больше века назад. Сегодня здесь детская художественная школа. Правда, учеников сюда не пускают. Здание признано аварийным. По стенам пошли сильные трещины. Их директор школы показывает Вениамину Кондратьеву. Чтобы сохранить памятник архитектуры и продолжить учить детей, нужен капитальный ремонт. Как часто? Вы топите, так? Не, не, мы сейчас не топим. Сейчас это конец. У нас и дваня закрыли. Время остановилось и в Славянской спортивной школе юности. Занятия последний раз проводили три года назад. Кровля протекает, деревянные окна сгнили, инженерные сети износились. Вениамин Кондратьев поручает главе района сделать минимальный ремонт, чтобы здание не числилось аварийным. Тогда будет возможность попасть в краевую программу для капитального ремонта. Можно ехать по всяким публичным, красивым местам, которые работают, функционируют, слава богу. А вот там, где проблема, надо ехать туда и смотреть. Если, на самом деле, мы можем совместными усилиями детям дать детство, полноценное детство, здоровое детство, спортивное детство в том числе, то мы должны давать. Я ни разу говорил, на этом экономить мы не можем. Мы любой поддержке будем рады. А вот на винзаводе в Славянске-на-Кубане жизнь бежит как конвейер. Шесть линейк производства, более двухсот наименований продукции. Весь виноград кубанский, часть из него закупают у личных подсобных хозяйств. Из него же делают и уникальное для России кошерное вино. Занимаются им от сбора винограда до упаковки исключительно специалисты из Израиля. Местным работникам даже подходить к этому конвейеру запрещено. Штраф 10 тысяч долларов. Мы первые в России, первые и одни единственные, кто производит кошерное вино. То есть, когда мы говорим об импортозамещении, вот мы сегодня уже как бы сами, не ожидая того, оказались участниками импортозамещения. Потому что вот только улетели евреи, они уже из Израиля. Значит, для меня, как для православного человека и для всех сотрудников предприятия, для нас это не только работа, а плюс еще подтверждение качества. Сейчас очень многие пытаются замаскироваться, а на самом деле вино не производят, а вино льют, льют суррогат. А вы его производите. Вот очень важно, знаете, начиная, как я говорю, от собирания винограда, даже закупки винограда у населения, что очень важно для нас и для вас, и для экономики Славянска. Промышленность – главный экономический локомотив Славянского района. Ставку собираются делать на переработку и сельское производство. Доля собственных доходов в бюджете почти 45%. Но даже с такими показателями район по уровню развития занимает 12 место в крае. Свой потенциал использовать нужно по максимуму, обращает внимание главы района Венибин Кондратьев во время встречи с местными жителями. Не может быть экономика ради экономики. Это мое глубокое убеждение. И своих коллег я призываю к реальному результату. Если у вас такие хорошие экономические показатели, то в первую очередь это должны ощущать люди вокруг себя, то есть своей повседневной жизни. Потому что цифр ради цифр или отчет ради отчета, он сам по себе не имеет никакого смысла. Поэтому эти проблемы бытовые, это самые те проблемы, с которыми человек повседневно встречается. Это электричество, вода, качественная подача, системная подача. Это татуары, уличное освещение, это детсады, школы. То есть при такой экономике, конечно, должны работать на очень хорошем уровне. Тогда на самом деле экономика делает свое дело. Потому что почему убьемся за экономику? Это социальное обязательство муниципалитета, края, преднаселением. Экономическая статистика в районе хорошая, но она должна отражаться и на социальных условиях жизни людей, замечает губернатор. Число обращений славянцев в краевую администрацию увеличилось на 79%. На рынке труда для района характерен дисбаланс спроса и предложение рабочей силы. И меня беспокоит, в частности, то, что у нас транспортные, недоступными остаются 7 сельских поселений из 14. Просто люди объективно не могут добраться, например, на работу в Славинск, где у вас есть вакансии. Больше всего люди жалуются на жилищно-коммунальные проблемы. Электрические сети изношены на 87%, а водопровод больше, чем на половину. Гарантированно собирая платежи, то есть это не значит, что они должны гарантированно зарабатывать. Они должны просто гарантировать то, что вода будет всегда у каждого жителя. А если есть перебои с водой, значит что-то как-то не так. Поэтому люди объективно и пишут, какие у него бремя обитательств перед районом. Потому что еще раз говорю, что он не должен не просто собирать платежи за воду, а он должен, понятно, что-то и уложить. Все верно вы говорите, существует платеж за имущество, они рассчитываются каждый год. Но, соответственно, в тарифе есть процент, набавка определенная на развитие сетей. Порядка 6 миллионов рублей в год было вложено, вот невозвестный инвестор, на надежность этих сетей. Если крупные инвесторы развиваются, то вот малому бизнесу бюрократическая машина двигаться дает не всегда, рассказывает Марина Сорока. Она уже два года не может получить ответ от властей, можно ли ей перестроить свой магазин, примыкающий к городскому кинотеатру, или нет. Бизнес завис в воздухе. Сначала не устраивал внешний вид, потом было необходимо отступить два метра от рядом стоящего, принадлежащего, по-моему, федеральной собственности кинотеатра Кубань. Теперь, говорят, нам необходимо сделать дорогостоящую экспертизу этого кинотеатра. Будет ли украшением города то, что они хотят сделать? Если это будет украшением, то помогите им город украсить. А у нас они не туда и не сюда. Поэтому мы говорим о каком или малом бизнесе поддержке идет речь. Они хотят, а мы не даем. Это же абсурд сам по себе. Ответ губернатора, по сути, стратегическое поручение помочь малому и среднему бизнесу. Ведь им в районе занимаются 35% местных жителей. И в таком экономически успешном районе это станет дополнительным толчком для развития. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Славянский район.